Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Portable Games SPB.ru и зрители нашего видеоканала. Меня зовут Мария, сегодня я предлагаю вашему вниманию видеообзор портативной игровой консоли XZQ Set. Изюминкой этой модели стала новейшая операционная система Android версии 4.1 Jelly Ben. Консоль выпускается в двух вариантах цвета, черный и белый. С ней вместе поставляется кабель USB-mini-USB, зарядное устройство для аккумулятора и наушники-вкладыши. А также гарантийный талон и руководство пользователя. Модель XZQ Set является копией китайской игровой консоли GXZ S5300. Она обладает 5-дюймовым сенсорным емкостным экраном с поддержкой 5-точечного мультитач. Слева от экрана по традиции расположены два джойстика, цифровой и аналоговый, а также два индикатора питания и зарядки. Наверху имеется цифровая фото-видеокамера. Разрешение камеры 0,3 Мп. Камера в этой модели одна, только фронтальная. Справа от экрана имеются кнопки выбора действия, промаркированные несколько нетрадиционно. Под ними кнопки Select, Start, возвраты к предыдущему экрану, меню и Home. На верхнем торце, между кнопками Shift L и R, расположена кнопка включения и выключения консоли, разъем для подключения зарядного устройства, мини-USB разъем, аудиовыход для подключения наушников со штекером 3,5 мм, микрофон и спаренная кнопка регулятора громкости. На нижнем торце расположен слот для карты памяти, еще одно отверстие неизвестного назначения, не промаркированное, разъем mini HDMI для подключения консоли к телевизору и кнопка Reset для принудительной перезагрузки консоли. На тыльной поверхности корпуса, кроме одного динамика, ничего интересного обнаружить нельзя. Объем встроенной памяти консоли Execute Set 8 гигабайт. Время автономной работы около 5 часов. На Execute Set можно играть в классические игры с кнопочным и современные игры с сенсорным управлением, а также в игры, которые поддерживают датчики положения. На ней можно читать книги, слушать музыку, смотреть видео и общаться. Благодаря новейшей операционной системе в консоли появились новые интересные возможности. Например, голосовой ввод. Вместо того, чтобы набирать текст, вы можете сказать все, что вас интересует, и Google найдет наиболее подходящие для вас варианты. Благодаря наличию Wi-Fi модуля вы можете побывать где угодно, не выходя из дома. Рабочее пространство Execute Set состоит из пяти столов, главный из которых центральный. Здесь можно расположить иконки наиболее часто используемых вами приложений. И, кроме того, в центре расположено поле GameX, в котором высвечиваются иконки последних запускавшихся игр. Экран слева виджет с закладками браузера, а экран справа от центрального виджет галерея. Нажав на экран, вы можете поменять обои, выбрав какие-то свои изображения из галереи или те, что предустановлены. Вот такие тут варианты разнообразные есть. Можно быстро перейти к фотокамере, списку приложений, настройкам и галереям из центрального стола, а также к файловым менеджерам. Вот экран приложений. К сожалению, в Execute Set по умолчанию во встроенной памяти полностью отсутствуют игры. Все игры, которые есть на консоли, которые я вам представляю, закачаны моим коллегой и в базовую комплектацию не входят. В Execute Set установлена обновленная версия приложения Game Center X. Оно классифицирует и определяет принадлежность игр к той или иной игровой системе автоматически. Это очень удобно. Вы можете сохранить игры в папку Games в памяти консоли, встроенной или на карточку, и Game Center X сам найдет их и разместит в соответствующей вкладке. Например, игры под Android, аркадные игры, PlayStation 1, Nintendo 64 и Mega Drive, Super Nintendo и Dendy, а также игры от Game Boy, Advanced, Game Boy Color и Game Boy. В приложении Game Center X есть кнопка, которая открывает центр загрузки игр, но почему-то эта функция не всегда срабатывает. Кстати, в приставке присутствует и функция Play with Friends, которая дает возможность играть вдвоем в игры от классических консолей через Wi-Fi без подключения к интернету. Теперь давайте посмотрим, как работают игры, которые управляются тачскрином, Angry Birds в Rio, Благодаря поддержке Multi-Touch можно приближать, и удалять изображение. Теперь можно посмотреть игру от PlayStation 1. Как всегда, это Crash Bandicoot 2. PlayStation 1. Кнопочкой меню вызываются настройки, но, к сожалению, они очень-очень мелкие. Очень мелкий шрифт. Несмотря на то, что у меня хорошее зрение, даже я вижу не очень четко все, что там написано. Ну и напоследок посмотрим что-нибудь простенькое. Игру о Денди. Игру о Денди. В списке приложений Execute Set есть также приложение Key2Touch, с помощью которого можно переустановить управление с тачскрина на аппаратные кнопки. На этом мой видеообзор заканчивается. В заключении я хочу сказать, что Execute Set довольно интересная модель, которая работает под управление новейшей операционной системой Android версии 4.1, девиз которой скорость наше все. Но, к сожалению, увеличение скорости работы при этом совершенно незаметно по сравнению с другими моделями. Скорее всего, это связано с относительно небольшим объемом оперативной памяти 512 МБ. Большой дисплей и полноценный 5-точечный мульти-тач ставит Execute Set в один ряд с моделями с Magio Smart Multitouch и 9H Joker. Положение Game Center X обеспечивает удобное управление устанавливаемыми играми и их автоматическую сортировку. Execute Set сравнительно недорогая многофункциональная консоль на современной операционной системе Android 4.1. Я с вами прощаюсь, желаю всем приятной игры и хорошего настроения.